Харьковская прокуратура будет расследовать инцидент, возникший внутри спецбатальона «Слобожанщина». Напомним, часть бойцов заявила, что их комбат превышает служебная полномочия. Отбирает машины у местных жителей, ворует волонтерскую помощь и унижает бойцов. Жалобу на свое руководство подписали 30 человек. Некоторые из них обратились к СМИ с просьбой придать огласке данные инциденты. Маленький процент бойцов, которые, получается, не служили в армии, незнакомые с военной дисциплиной, попали в батальон. Ну, получается, мы отсюда, в зоны АТО отправили, одного выявили наркомана, мы его отправили в зоны АТО. И двоих, у них была фашистская идеология, что они там убивают всех жителей, ну, это ж понятно, что неправильно. Мы их отправили в Харьков до подальшего, получается, разбирательства. Звонят нашим бойцам, которые тут воюют, звонит боец из Харькова и говорит, «Братишка, как вы там? Вы слышали, что мы тут зачудили?» Ну, для них это игра, для этого маленького процента, которые, ну, как, не понимая даже, не отдают себе отчет, они, для них это игра. Вот эти, что там поднимают эти вопросы, тут даже не были. На стороне комбата и его бойцы, ребята, уверяют, все это клевета, которая строится на предположениях. На деле же нет ни единого доказательства вины их командира. Хочется сказать, что, ну, во-первых, это все наглая ложь и клевета, причем клевета тех людей, которые называют себя патриотической частью батальона. Но, к сожалению, ввиду своей то ли недообразованности, то ли, не знаю по каким-либо причинам, они не понимают, что данной клеветой они сейчас помогают нашему противнику, с каким мы боремся. Самое громкое обвинение гласит, комбат отобрал у одного из сотрудников автотранспортного предприятия «Волновахи» машину. Это не частный автотранспорт, это был транспорт с фирмы одной, сотрудник фирмы, начальник службы безопасности этой фирмы. У него сын воюет в 25-й аэромобильной бригаде, у самого авиации. Наверное, не владели полной информацией, не знали картину, как говорится в народе, чувствует винт, а не зрозумев да винт, разумеет о чем дело. Вот, пожалуйста, это письмо, можете посмотреть сами, просчитать, что там написано. В письмах идет речь о том, что предприятие добровольно передало в пользование спецбатальона машины. Также есть приписка, что все они были возвращены. Как поясняют сами бойцы, машины им необходимы для того, чтобы выполнять поставленные перед ними задачи. В них входит патрулирование города, выявление диверсионных групп и наведение в правопорядка на занятых нашими войсками территориях. Ну и сейчас вот едем. Опасная зона. Снайпер может попасть только спереди, если будет в лоб стрелять. Сбоку ему невозможно попасть, потому что оно дергается, сбивается там в прицел когда-то, посмотрите, снайперский. Оно все разбивается, он не сфокусирует. Ну, разве что просто так наугад сможет стрелять. Снайперы наугад не стреляют, вы поняли? Они не бьют наугад. Они стреляют всегда наверняка. Тут, вот сейчас мы на скорости пролетаем, выстрела наверняка не получится. Старогнадьевка, проезжаем Старогнадьевку. Тут тоже уже зона действий диверсионных групп противника. Это вы видите поле боя, где российскими войсками было застосована установка ураган, яка запрещена Женевской конвенцией. В итоге ворог был, потом знищенный. Наша группа пришла и накрыли эти установки, которые поклали наших хлопцев. А вы знаете? Ну, совместно, там мы приводили диверсионную деятельность совместно с избройными силами. Какая здесь ситуация? Напряду на стабильное. Идет постоянное накопление живой силы и техники противника по линии Докучаевск, Оленевка, Тельманово, Старая Ласпа, Новая Ласпа, Белокаминка. Постоянные обстрелы ведутся сквозь стороны. Постоянно пытаются в Новотроицк, постоянно пытаются диверсионные группы проникнуть. С целью корректировки огня минометов, вентиллерии и также для проведения диверсионных мероприятий. И видишь, какие трудности тут, и доходят до тебя слухи о том, что что-то там, кто-то там пытается тень на плетень навести. Ну, как бы не хочется в это мазаться вообще. За время нашего пребывания здесь, батальонов Харьков-1 и Слобожанщина, ну, я не буду сейчас рассказывать тебе подробности в специальных войсковых операциях, которые участвуют. Там оценку дадут другие люди. И, в принципе, уже и министр оценку дал, когда ему приезжал на совещание в Мариуполе, при журналистах, говорит, мне докладывают, войска Волноваху оставили. И через пять минут приходит другой с докладом, говорит, Харьков-1 и Слобожанщина в Волноваху вошли. Это о чем-то говорит, когда милицейские подразделения без тяжелого вооружения удержали город. И мы удержали этот город, мы справились с задачей. Благодаря тому, что в здравый смысл нас победил, мы правильно выбрали тактику. Благодаря тому, что у меня отличные бойцы, у Слобожанщины отличные бойцы. И комбат был уверен в людях, и было полное доверие в людей к нам. Вот этот сделали нам волонтеры, просто гениальный человек, так как ее просто передали нам. Вот берите, пользуйтесь. Как ее надо было носить в руках, ну или я не знаю, как они планировали, что мы будем его носить. Ну весь этот он 80 килограмм. 80 килограмм. Вот этот сделали волонтеры, он как бы понимает. Можете попробовать, он крутится одной рукой. Понятно, это елку вот эту ставить на теплиню. На этом он выдал, он просто так запал, и ты его не держишь, он очень тяжелый. Мы на Новый год елку в Харькове поставили. А здесь реально можно одним пальцем. Благодаря волонтерам он двигается туда-сюда, и вот, Леша, отойди. Это насчет того, что там помощь, где волонтеров разворовывают. Вот человек. Я хотел сказать о том, что как бы вот мы все считали... Я считал, мы считаем, что как бы высшим патриотизмом в нашей стране. Это было воевать за нее, положить свои жизни. А оказывается так, что в данный момент мы наблюдаем ситуацию, что высший патриотизм сидеть дома и поливать грязью тех ребят. Поливать грязью тех ребят, которые действительно делают много для нашей страны. Самое обидное, когда вся эта ситуация происходит, когда ты вот здесь воюешь, тебя поддерживают, но потом ты читаешь новости, когда тебе говорят, что ты там отжал машину, ты там еще что-то сделал, ты кого-то там... Это нужно общаться с людьми, которые здесь находятся, которым вернули машины. Никто никого, никаких машин не отжимал. Этим не занимаются. Для этого нет времени просто. Даже заниматься или отжимать машины. С какой целью даже это, чтобы делаться. Как, например, я прошел Майдан, я стоял, потерял друзей. Я сейчас приехал, устроился в милицию, у меня была цель жизни, чтобы я начать заниматься грабежом. Просто я мечтал всю жизнь, наверное, этим занимать. Прошел специально весь Майдан, чтобы попасть в милицию ради только этого. Но это бред просто. И обидно, когда люди, сотрудники бывшие, что это наркоман и... Абнон, да. И он приходит и рассказывает, и он такой просто вещи. Это что-то... Знаете, вот это человек, который бы... Он бы не додумался написать это. Это кто-то просто взял, подтолкнул к этому, все это организовал просто. И красиво как-то так написал, грамотно. Именно то, что как-то надо, где-то что-то. Такого бы, маразм просто. Зачем их оклеветали, бойцы спецбатальона могут только догадываться. Однако голословных заявлений решили не делать. По приезду разберемся, кто там, что там. В Харьков бойцы возвращаются уже в четверг. Говорят, что к диалогу с руководством готовы, мол, скрывать нечего. А тем временем конфликт дошел до прокуратуры. На данный момент уже готовится проверка. Да, действительно, на прошлой неделе в прокуратуру Харьковской области пришел не один человек, их было пятеро, мне кажется. Их принял заместитель прокурора Харьковской области на личном приеме. Они оставили заявление. В заявлении более десяти эпизодов различных нарушений, как внутреннего устава, так и эпизодов, которые подпадают под уголовную ответственность. Это заявление, конечно же, зарегистрировано. Сейчас все, абсолютно все доводы, которые изложили ребята в своем заявлении, проверяются в том числе и следственным путем. Один из эпизодов в заявлении касается зоны АТО. Комментировать на камеру свои заявления вторая сторона отказалась, несмотря на то, что изначальная инициатива о распространении данного конфликта шла именно от них. Ольга Калиниченко, Денис Вишневский, 057UA.